Дорогие друзья, извините за небольшую задержку, немножко есть проблемка была. Давайте о сегодняшней недельной главе Биалладха. Недельный раздел Торы, который читают мы сейчас с вами, начинается с описания заповедей для первого священника зажигать от имени народа семисвечник минору в храме. Это зажигание было одной из самых важных частей службы в храме и чудом вот с этого зажигания связано восстановление вот это праздника хануки. Огонь семисвечника он служил символом того, что миру недостаточно божественного света сверху. Нужен еще снизу, это очень важная вещь. Нужен свет, создаваемый человеком. Видя, что Бог создал этот мир таком замечательным, гармоничным, дал ему столько света и всего, человек мог подумать, что мир совершенен и в таком виде, как он существует, он уже абсолют. И от человека не нужно никаких изменений. Человек мог бы абсолютизировать божественную гармонию и сказать, что не надо вмешиваться. Это путь греков, они такие были. Еврейский подход был совершенно другой и сейчас есть другой. Сотворенный Богом мир, незавершенность, не идеал, он лишь обладает потенциалом идеала. В мире есть недостаток для того, сотворенный Всевышним, чтобы человек его исправил, чтобы была работа у человека. Мир не абсолютно совершенен. Точнее его совершенство заключается в несовершенстве. Знатоки современного учения говорят, что минора, установленная в храме, соответствовала вот той высшей миноре. Мы говорили много раз, что если что-то есть на земле, оно обязательно есть наверху. Вот он состоит, высшая миноре, это и соответствует состоящий из семисферот, посредством которой Творец управляет миром. То есть минора это символ управления миром. И поэтому в следующей строке, которая сказана по образу, который показал Бог Маше, так сделал он минору. То есть минора была изготовлена и уподобление тому прообразу, который показал Бог ему в высшем мире. В книге Зеар объясняло, что подобно тому, как четыре стана, на которых размещались 12 колен было, соответствовали четырем станам ангелов, так и минора была создана по образу миноры высших миров. Есть такие слова. И вот устройство миноры. Из цельного слитка золота, она выкована. Золото это что? Это эгоизм. Его надо перековать так, чтобы он не поглощал свет, а наоборот отдавался, звучал, чтобы... Если у тебя же есть какие-то материальные деньги или еще что-то, потрать их на свет. Потрать их на хорошее. Название главы Белладха при твоем подъеме к свету, к свечению перевести можно. Как первосвященник зажигал минору, так и лидер каждого поколения, который видит истинную сущность людей, он воспламеняет их. Это все описывалось такое, когда был шестой Любавич Киренов. Маленькая Майса. В 1907 году в Германии улицы освещались еще газовыми фонарями. И в сумерках можно было видеть, как фонарщики с такими длинными палками ходили, увенчанные звездочками огоньков, одним касанием, они подобно волшебной палочкой, оживляли уличные фонари, заливая все светом и так далее. В это время жил еще один молодой человек. И он однажды пришел к Любавичскому Рэбе, шлом от Довберу, и спросил Рэбе, что такое хасид. Хасид это фонарщик, сказал Довбер. Фонарщик ходит по улицам с огнем на длинной палке. Он знает, что огонь принадлежит не только ему одному. Он ходит и зажигает их. Но Рэбе, сказал молодой человек, люди не фонари. Ты не видишь это, потому, сказал шломбер, что ты не фонарщик. А как стать фонарщиком, спросил молодой человек. Начни с себя. Человек добрый видит вокруг только добро. А злой зло. Человек, несущий свет, видит возможность светить другим. Так что святи людям, и ты станешь фонарщиком. Брахавы от слаха.